Здравствуйте! У нас в гостях Андрей Нагибин, координатор Союза Национальный экологический корпус, председатель Всероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Тема нашего сегодняшнего диалога – Мурманск, порт, угольная пыль. О Мурманске, окутанном угольной пылью, говорили на пленарном заседании Государственной Думы. Депутат Федерального Собрания, член Комитета по экологии, поднял вопрос перед коллегами уже во второй раз. Действия торгового порта, который загрязняет Мурманск, выбрасывая в атмосферный воздух угольную пыль, буквально накрывающую город черным облаком, он назвал чудовищными. О проблеме угольной пыли своим коллегам, депутатам Госдумы, Олег Лебедев рассказал уже во второй раз. Член Федерального Собрания Российской Федерации лично посетил Мурманск в феврале этого года, когда столицу Заполяря буквально накрыло черной сажей. И случившееся стало поводом моего обращения в органы прокуратуры, после чего причина была выяснена. Виновником оказался торговый порт, в котором осуществлялась перевалка угля открытым образом. К сожалению, сейчас по Мурманской области начались уже массовые обращения, то есть люди ищут, к кому обратиться, с тем, чтобы им помогли по поводу катастрофической ситуации с угольной пылью. Потому что, к сожалению, на мой взгляд, руководство Мурманского порта заняло определенную иезидскую позицию. То есть тот ущерб, который они наносят прежде всего не только экологии, но и жителям Мурманской области, непосредственно города Мурманск, они заняли позицию, что якобы данный ущерб не доказан. На мой взгляд, это, конечно, категорически неправильно, и с помощью общественных организаций мы должны их склонить к тому, чтобы они все-таки несли ответственность за то, что они совершают с гордом. Мы понимаем важность порта для деятельности севера, бесспорно, для северного завоза, но, с другой стороны, понять можно людей. Потому что те фотографии, которые они присылают своих подоконников, своих окон, своих фасадов, своих зданий, коттеджей, чердаков, но это показывает, что действительно в Мурманске сложилась очень негативная ситуация с угольной пылью. Это необходимо срочно принимать какие-то меры для того, чтобы это было разрешено. В Мурманской области в целом существуют две основные экологические болячки. Это, безусловно, правоприемник этого сейчас Норильский никель, это был комбинат Петчинга-никель, это Манчегорск, это Никель, это Заполярный, и это, безусловно, Мурманский торговый порт, потому что пересыпка этого угля, она, в принципе, жизненно необходима. Почему? Потому что эта артерия, это одна из двух основных российских артерий, по которым уходят, скажем так, наши, скажем так, запасы угля за границу. Но, правильно говорят жители, а мы тут при чем? Почему мы должны этим дышать и так далее? Почему мы должны страдать? Предприятия, наносящие ущерб, признающие, что они наносят ущерб, они платят, скажем так, за возмещение ущерба, и специальная система расчета возмещения ущерба. В том числе, скажем так, каким-то образом работают с населением. Здесь не признавать это, я считаю, это, ну, как минимум, некорректно и как максимум, ну, непорядочно, что ли. Позиция Мурманского порта в судах, которые, действительно, уже начались первые судебные процессы. И, кстати, очень горестно признавать, смотря на судей, смотря на прокуроров местных, которые, почему-то, боясь авторитета бенефициаров Мурманского порта, всем абсолютно известные, вдруг начинают вести себя процессуально не совсем корректно. У нас по ряду дел, судебных, которые уже начались, судьи отказываются даже назначать экспертизу. В какой-то степени их можно понять, ну, наверное, можно понять, но простить за это их нельзя, потому что, тем самым, они живут в этом городе. То тот же судья, приходя домой, он также берет тряпочку и начинает вытирать подоконник в своей квартире. И в этот момент о чем он думает? И также кормит ужином своего ребенка. О чем в этот момент думает этот судья? Хотелось бы сказать. Ну, действительно, а это первый момент. А второй момент довольно-таки существенный и важный. Иезуитская позиция самого Мурманского порта. Он не отрицает, что все вопросы к нему, но он начинает в судебных процессах, это можно уже скоро будет выпустить справочник его высказывания представителей порта, который начинает говорить, докажите, что не должно быть угольной пыли, докажите, что это мы, докажите, что это не котельная. Хотя, ну, любой, кто хоть раз был в Мурманске, поймет, ну, какие котельные? Так загадить город по иному я не могу сказать. Ну, какие котельные это могут сделать? Если будет происходить дальше ситуация, что порт займет позицию, что это не мы, докажите, что это мы. И вот, смотрите, у нас есть датчики, разброшенные по городу, которые показывают, что за все годы не было ни разу выброса угольной пыли. Ну, здесь возникает вопрос, но вы кого хотите обмануть-то? Вы что, хотите дождаться, чтобы люди вышли рано или поздно на улицы? Зачем создавать такую социальную напряженность на пустом месте? Здесь каждая сторона должна быть принципиальной. Вот это моя позиция. И выход должен быть найден. Да, конечно, может быть, не сегодня, но, скажем так, люди, которые... Люди в чем виноваты? Вот у меня вопрос. Да. Хорошо, давайте их отселим, давайте сделаем другую санитарно-защитную зону. Сделайте, организуйте компенсацию для жителей, которые дышат этим делом, которые по подъездам. Мы на стороне населения, на стороне жителей. Все. Есть судья, есть прокурор. Пусть он, добр, принимает это дело как есть. Пусть он принимает это в процедуру и пусть он занимается. Пусть собственник и ответственные лица, которые занимаются этим вопросом, понимая, что они наносят какой-то ущерб экологии региона и жителям, соответственно, выдает какие-то... придумывает систему компенсации, согласовывает и так далее. Просто мы, как общественная организация, как представители инициативных групп с разных регионов, приглашаем всех на диалог, конструктивный диалог. Ну, это бесспорно. И нельзя признавать, скажем так, работая, получая за это прибыли, давая рабочие места. Все понятно, ведь еще же бывает такое, что спекулируют. Да мы сейчас уйдем, да и все, и вот там полторы тысячи человек выйдут на улицу. Вот они вам сейчас дадут, устроят. Вот тоже так шантажировать тоже нельзя. Вот, поэтому мы очень рассчитываем на нормальный диалог. Мы, в принципе, знаем, как это делать. Мы знаем, как создавать рабочие группы. Больше того, мы знаем общественников на местах. Мне кажется, без общественных организаций, без уважаемых общественных организаций... Без экспертных организаций. Без экспертных организаций, бесспорно. А вопрос экспертизы в отношении угольной пыли, это очень сложный вопрос. В связи с тем, что технологий очень мало, они до конца еще формализованы. То без данных всех лиц, вышеперечисленных, проблема Мурманского порта не уйдет. И было бы лучше, если бы действительно руководство порта не доводило бы этого дальше до абсурда. Почему мы активно поддерживаем позицию жителей и вот эту позицию того, что нельзя не замечать, скажем так, угольную пыль? Потому что у нас уже более 12 лет мы проводим и создаем 4 раза в год, выдаем национальный экологический рейтинг субъектов Российской Федерации. И я вам скажу, что Мурманская область периодически, она, в принципе, у нас в десятке. Десятки экологически чистых регионов. И как только каждый раз, когда мы выдаем результат национального экологического рейтинга, вы не представляете, каких мы получаем люлей, местных жителей из-за этих двух объектов. Когда нам говорят, да вы, как вы можете, а вот вы идите тогда и живите рядом с этим Мурманским портом. Как вы Мурманскую область поставили в десятку лучших регионов. И объяснять им, что это всего лишь если к соответствию, как бы, исходя из всей информации, у нас 21 индикатор, из всей полученной информации, из, скажем так, разбивки этой информации, все-таки Мурманская область на неплохих местах. Так вот, наша задача, скажем так, наша задача общественных организаций, все-таки объяснять жителям, почему Мурманская область в десятке лучших регионов. Несмотря на эти два объекта. Несмотря на эти два объекта. Для этого нам нужно, чтобы ответственные лица в субъектах, в том числе и губернатор, и судья, и прокурор, и собственник, они признали, что эта проблема есть, и они с ней работают. Союз Национальный экологический корпус предпримет все предусмотренные законом меры на то, чтобы весь вред, причиненный портом, был возмещен в полном объеме. Национальный экологический корпус предлагает направить в его адрес документы, подтверждающие причиненный ущерб, вред и любое иное негативное воздействие, вызванное Мурманским торговым портом, в адрес Союза. Мы обязуемся изучить ваши документы и оказать вам всю посильную помощь. Сейчас на экране вы видите перечень документов, которые следует направить в Союз Национальный экологический корпус. Мы гарантируем всю конфиденциальность полученных сведений. Продолжение следует...